Для капитального ремонта моста в Рыбинске из федерального бюджета выделили 2,5 миллиарда рублей. Об этом сегодня заявила Валентина Терешкова на ежегодной региональной конференции партии «Единая Россия». На встречу также определили перечень приоритетных задач для развития региона и подчеркнули необходимость усиленного внимания за работами на объектах национальных проектов, а также исполнение поручений президента России Владимира Путина. Во время ежегодного послания к Федеральному собранию президент отметил участие «Единой России» в подготовке и реализации законодательных инициатив социальной направленности, защита интересов людей на местах – это же, конечно, приоритет государственной политики. Важно, очень важно предложить действенные механизмы помощи гражданам, тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Это особенно актуально сейчас, когда все силы, все ресурсы государства направлены на борьбу с последствиями пандемии. В послании президента неплохо смотрелась наша область, Дмитрий Юрьевич. И в планах, которые президент назвал, мы тоже отмечены, особенно учитывая нашу историю, учитывая то, что к нам едут люди познакомиться с историей. В рамках конференции «Единая Россия» прошли выборы секретаря партии. Большинство проголосовало за кандидатуру Ольги Хитровой. Председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и молодежной политике являлась временно исполняющей обязанности секретаря в течение трех месяцев. Ольга Хитрова подчеркнула важность проработки вопросов в социальной сфере. Так партия уже готовится представить предложение по поставке школьных автобусов и машин скорой помощи в Ярославскую область. Фракция «Единая Россия» предложила благоустраивать межквартальные подъезды к дворам. То, о чем очень много и давно говорят жители и города Ярославля, и Ярославской области. На эти цели в бюджете следующего года удалось выделить 600 миллионов рублей. А уже в этом году вместе с жителями мы определим эти районы, дворы, там, где будут уже в следующем году благоустраиваться подъезды к дворам. В рамках региональной конференции партии «Единая Россия» был определён список кандидатов, участвующих в предварительном голосовании для дальнейшего выдвижения в Государственную Думу. Региональный список кандидатов возглавит Валентина Терешкова, а по одномандатным округам выдвинуты действующий депутат Госдумы Андрей Коваленко и депутат Облдумы Лариса Ушакова. На довыборы в Облдуму по Ростовскому округу предварительно выдвинут нынешний депутат Госдумы Илья Осипов, а на предварительное голосование по выборам главы Рыбинска действующий глава города Денис Добряков. Сначала надо познакомиться с вопросами и с проблемами того округа, по которому ты идёшь и по которому ты выдвигаешься. Я могу бесконечно говорить про Мышкин, про Углич, про города Золотого кольца. Меня очень поразил Гаврилов Ям, как там организована социальная сфера, и чтобы здесь было легче жить жителям. Вот это моя задача.